Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Семья Колесниковых и обсудим новый влог, который называется «Маму отправили в родзал. Ждём пополнения». Значит, Светка родила, да. Ну, потому что влог пока они записали, пока он вышел, смонтировали, ну и пока у меня вышел обзор, понятное дело, пополнение уже есть, да. Значит, начало видеоролика. Опять сидят за столом. Понятное дело, не на работе глава семейства, да. Сидит за столом и опять несёт чушь. И, значит, рассказывает, что вот Настя две прям порции макарон съела. И, говорит, худющая, худющая, да. Говорит, играли с куклой, в которую через трубочку там воду заливаешь, и она тут же выливается. Говорит, может, у Насти так через трубочку выливается. Напишите, говорит, в комментариях, может такое быть или нет. И ржёт как конь. Очень смешно. Как раз-таки это и показывает тупость Колесникова. Ну, просто сказать нечего и болтает всякую ерунду. В принципе, он на это только и способен нести ерунду, врать, хитрить, поберушничать и нифига не делать, чтобы за него только всё делали. Ну и, конечно же, дальше отчёт. Мясо, говорит, Анжела пожарила, никто не ел. Конечно же, высушила кусок мяса, кто его будет есть. Вот если бы детям приготовили вкусные котлетки, вкусные отбивнушки, тевтельки, ну, либо рыбные котлетки, либо рыбное филе, да неважно, но вкусное, полезное и классно приготовленное мясо. Это же дети. Какое сухое мясо будут есть дети? Я, ребят, себя в детстве вспоминаю. Примерно в таком возрасте, вот как Дарина, Виталина, Настя, я терпеть не могла и есть запечённое, либо жареное мясо. А вот котлеты, фрикадельки, домашние пельмени, отбивные, которые мяско тоненько отбито, с удовольствием ела. И мама всегда вкусно готовила. У нас никогда такого не было. Макароны, макароны, ещё раз макароны. Или картошка пустая и какие-то непонятные салаты на столе. А эти просто уже привыкли к макарохам, понимают, что никто ничего им не приготовит. Небось, когда колбаски пожарили, их мигом съели, потому что это было вкусно. И если бы котлет нажарили, кастрюли, их бы тоже дети с удовольствием ели. Ну, только не хлебных котлет, а мясных котлет. Ну, только такое не заведено у Колесниковых. Просрочка, либо макароны. Ну, а дальше, наконец-таки, за три дня Колесников удосужил сообщить, что мама написала, да, что её уже повели в ротзал. Значит, вот-вот кто-то появится на свет. Ну, может, к вечеру. Ну, конечно же, ребят, Колесников сообщит об этом только в следующем видеоролике. Ну, или сообщит, или вообще. Два дня успешно выкладывали видеоролики и никаких новостей про свету. Так что я не удивлюсь, если и не сообщат, допустим, вот сегодня к вечеру. Анжела кашляет, и поэтому сидит дома, даже при хорошей погоде. И, значит, приходится ей снимать в окошко, как скачут дети младшие на батуте. Говорит, ну, лето же, поэтому скачут. Остаётся только, остаётся скакать на батуте, убирать дома, готовить есть, полоть клубнику. И вот такая вот жизнь у детей в семье Колесниковых. И только, ребят, я заговорила про батут, как будто они меня услышали. И тут решили разыграть показуху для нас, да. Для того, чтобы мы не говорили, что дети торчат дома, готовят, убираются, якобы во главе с дедушкой, да, поехали на детскую площадку на велосипедах. Но обязательно всё это дело нужно снимать. Никакой личной жизни без съёмки у детей нет. Травка, говорит, вот у нас зеленеет, а то, что травка уже давным-давным-давно позеленела, дети, видимо, и не знали, потому что в большинстве торчали дома. Нет, ну, ходили в школу, но, видимо, с утра сонные, а уже после школы усталые, даже не обращали внимания на травку. И дальше, когда велись съёмки, за кадром комментировалось. Не мельтеши, увеличь. Мне показалось сначала, что это Колесников, но потом я подумала, что, скорее всего, это Колесников старший. Он тоже, оказывается, знает всё про съёмки. Как надо снимать, как увеличивать, как правильно двигать камерой и не мельтешить. Указание, видимо, для старшего Колесникова как раз-таки сделал, да, и наставление Колесников-младший, да. Средний. Только вот как-то непонятно было. Дедушка-то поехал впереди. Как он вдруг оказался, опять же, рядом и говорил за кадром. Опять же, у Колесниковых одни странности. И дальше, ребят, хоть ты плачь, приехали на детскую площадку. Это жесть, ребят. Площадка как раз-таки детская для детей, ну, дошкольного возраста. А здесь уселась Виталина в песочнице и роется там в песке. Куча всяких пасочек. Кто-то там на горке уже притаился, на качелях. Слушайте, и даже старый дед залез на детские качели. Это просто ужас. Я говорю, ребят, хоть ты плачь, как посмотришь на этих Колесниковых. Ну, я ещё такого трошняка точно не видела. Чтобы на детской площадке, которая предназначена, ну, явно, для детей дошкольного возраста, ну, либо второй, третий класс, старый дед качался на качелях. Ребят, это выше моего понимания. Я в шоке, честное слово. Неужели этот дед такой же, как и Колесников? Хотя, что здесь скажешь? Это же отец, а это сын. Но я что-то думала, что у него-то ума побольше. Дальше пришли, по-моему, какие-то мальчишки, потому что слышно было, что поздоровались. Их, конечно же, тоже засняли, но было заметно, как они со стороны наблюдали. Настя с Дариной по очереди друг друга качали на качелях, и дальше камерой засняли качели, на которых дед как раз-таки качался вместе с Максимом, и, по-моему, там с Настей, или Дариной. В общем, там я уж запуталась среди этих детей. И додумались на детские качели, на детской площадке взгромоздиться, слушайте, здоровому мужику и ещё с другой стороны двоим детям. Жесть, конечно, жесть. А дальше нам ещё показали, как дети подъехали к озеру. Ну, правда, я не знаю, как можно назвать эту лужу озером. И заявили, что там даже купаются. Ну, правда, в момент, когда они туда подъехали, я не увидела, чтобы там кто-то купался. Но чем занимались дети, мы с вами и видели. Бросали камни. Вот так вот, ребята, развлекаются дети Колесниковых. Ребят, у меня просто нет слов. Решили устроить показуху. Да такая неудачная показуха получилась, что просто хочется плакать. Это какое позорище! Такие большие дети на детской площадке играли в пасочки и с горки катались, да, качались на качелях вместе с дедом, здоровым взрослым мужиком. Ну, это просто за гранью моего понимания детства. Ну, что здесь скажешь? Решили устроить показуху, но, как всегда, всё провально. Ну, теперь будем ждать новостей. Девочка или мальчик? В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok